всем привет с вами канал артмания и сегодня вам покажу свою кухню долгожданную кухню которую мы с вами так ждали долго вместе с вами и выбирали немного некоторые немножечко помогали вот и наконец-то она у меня уже стоит она стоит уже немножко долго но в каком-то влоге говорил то что не могла ее показать потому что с мойкой были проблемы и она уже приехала кухонка и сейчас я вам ее покажу но перед этим я хочу чтобы вы написали в комментариях какого же он какая у меня будет панель панель и столешница давайте начнем столешница какая будет столешница как вы считаете какая кто смотрел мои влоги предыдущие они знают какая вот мне интересно все ли знают давайте напишите сейчас комментариях я подожду немножечко покажу пока у меня там трактор чистит я надеюсь что что вы написали комментарии мне будет очень интересно читать комментарии мне всегда их очень интересно читать и большое спасибо что вы их пишете вот пишите хорошие хорошие мне читать гораздо приятнее чем плохие плохие немножечко меня расстраивают вот давайте посмотрим кухню так и вот она кухня кто написал что столешница под дерево оказался прав значит он действительно смотрит мои влоги смотрит нас самого начала вот вы большой большой или большая молодец так ну так вот у нас выглядит сверху она вот так светленькая здесь под топленое молоко на камере кажется что она белая нет она не белая так вот она идет тут вот тут уголочек стекло тут у нас микроволновку мы решили поставить туда потому что я хочу чтобы у меня вот здесь вот было максимально много места то есть и с этой стороны место мне и с этой и тут немножко просто если она допустим станет вот тут то у меня останется вот тут маленький кусочек или наоборот здесь тогда там кусочек вот здесь внизу она более темнее под какао наверное я думаю цвет какой-нибудь есть выдвижные ящички один вот больше и другие остальные вроде бы одинакового цвета не знаю ручки сделаны под современный уже стиль посерединке это не означает что она прям вот так открывается нет открывается вот так как обычные все двери также духовой шкаф встроенный газовая вернее варочная панель встроенная вот всем тем спасибо кто нам помогал ее выбирать выбирали особенно духовой шкаф всеми силами было очень сложно было сложно найти выбрать на нашем рынке к сожалению их очень много и очень много плохих ну не такого прям качества вот и сейчас мы ее поближе тут покажу вот такое прям вот дерево здесь можно фотосессии на нем устраивается ну прям такое гладкое приятное вот здесь тоже то точно такое же дерево вот здесь у нас фильтр я поставила фильтр у нас был обыкновенный барьер вот этот по моему аквафор что ли сейчас не помню вот он тоже вот здесь на вот ручка не удобно представить работает вот и конечно же вот этот вот угол который на самом деле очень очень сложный не каждый возьмется его сделать и сделать его качественно то есть но сложно очень с этим я вам по моему рассказывал приглашал я из другой фирмы замерщицу то она хотела то есть тут смотрите мне идет полностью панель то есть тут ник нет никаких дырок ничего нет она полностью вот здесь будет видно вот она полностью цельная до сюда это замешиваться предлагал то есть вот так панель потом тут будет дырка и возлежать другая доска то есть так вот ну так вот вода естественно затекать там наверно может быть они вот такими штучками положили бы не знаю даже вот раковина матовая но она считается не матовая считается по моему что-то не глянцевая или декор как-то называется вот не знаю непонятно мне это все немножечко вроде видно что она матовая не глянцевый но что-то непонятное вот здесь заделана штучкой такой все внутри промазано не все промазывали силиконом вот здесь все силиконом я здесь счищал вот по бокам мы здесь тоже с предыдущей раковины кто смотрел на и на обзор я показывала раковина она была глянцевая блестела не матовая как сейчас то есть другая не она не нравилась была на чудо бог поцарапанная на думаю ладно когда ее поставили оказалось что она кривая здесь вот так вот прям дрище шла большая и с той стороны и вставить ее на место был нереально вот мы ездили муж отвозил ее потом мы сможем вместе ездили тоже твой в каком-то влоге я говорила ездили за раковиной ее забирали вот так же вот здесь вот большая панель у меня то есть много много места если допустим можно тесто фокрос раскатывать вот так же розетки розетка я хотела много то есть тут две на всякие пожарные вдруг этот одно что-то включу второе что-нибудь включу и у нас получается там 3 1 от холодильника другие две тоже запасные также внизу там есть она вы видите тоже две розетки для варочной панели и для духового шкафа здесь у нас микроволновка в принципе вот сейчас видно что цвет не белый стеклышко а да тут труба тут у нас труба я не захотела ее закрывать каким-то коробкой не знаю мне кажется это просто займет место считаете вот тут вот она вот так закроется тут останется маленький квадратик как-то будет это но там шкафу закрыта то есть она там не видно давайте в общем так покажу да кран кстати тоже такого же цвета матовый тут немножечко блестит хороший очень кран тоже хотя мне кажется он немножечко похож на предыдущий от прошлых соседей вот и так же стиральная машинка она у нас спряталась вот сюда тут у нас стоит стиральная машинка все попряталась вчера кстати какой-то рекламе видел что кухонную гарнитур можно полностью спрятать за тип как шкаф-купе то есть вот так полностью все прячется и все ну не знаю мне кажется так лучше гораздо мне кажется это кухня такая восхитительная такая шикарная именно вот это вот дерево я очень люблю прям такое вот что прям дерево такое было и внизу здесь такое же когда я уже ее ждала я уже пыталась вспомнила какой же цвет дерево выбрал вдруг он темный вдруг мне не понравится я думаю ну ладно не понравится так не понравится жить будем куда деваться вот а потом в окно увидела там такой несли панель вот этого длинную такую красивую думаю слава богу так ну и потолки наши да там кстати трубу которая шла вот здесь ее заделали ее деревом ну таким же вот деревцем заделали вот так то есть она в шкафу не видна ну не знаю как я вам покажу там шкаф получился очень огромный даже вот если вот посмотреть то есть идет вот один шов вот тут другой там длинный длинный угол я даже пыль туда не достала протереть вот тут уголок мне очень нравится известно немножечко мне не очень понравилось то что вот это вот светлое я хотела чтобы был какой-то тот же самый тон переходящий чтоб можно было здесь делать фотосессии какие-то поставил допустим блюдо какой-нибудь сфоткала это вот она как-то будет не очень будет мешать ну и конечно также обзоры на варочную панель отдельный обзор на нее как она включается кстати она очень хорошо моется мою я ее уже второй раз при том то что до этого я никогда не мыла их у меня муж всегда их мыл вот тут я уже начинаю ну первое время всегда так когда что-то новенькое протираешь сама вот протираю я даже вот тут у меня сейчас было пятно такое наляпано не знаю откуда оно взялось вроде вот протирала прямо на следующий день пятно смотрю вот она прям очень хорошо тут протирается и также на духовой шкаф тоже будет отдельный обзор какой он что там как там ну там я прям все 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 досконально вместе с вами его включаем и все 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 тоже очень хороший здесь мне нравится вот такая вот мягко закрывается не хлопается бух а прям такая классная вот прям с духовым шкафом очень повезло в принципе это все наверное показал все если у вас будут какие-то вопросы по поводу кухонного гарнитура вы пишите мне в комментариях я на них отвечу если что-то нужно будет показать ну именно вам показать я буду просто показывать в следующих влогах вот обязательно спрашивайте мне будет интересно также чуть не забыла чайник подходящий по цвету шкафчиков на него отдельный по моему даже полный обзор я его купила в Галамарте будет отдельно смотрите очень интересно я там все показываю что там как там биби поехала поехала биби биби что у тебя там за не пони лежит ты полотенце зачем бросил сына биби поехала биби биби ты полотенце зачем бросил что все перевернул стульчик свой туалет перевернул да какой беспорядок у тебя второй день прошу прибраться приберись Дима надо прибраться биби биби поехала биби 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 готовлю я на своей новенькой кухне готовлю второй раз кашу Она у меня уже закипела, я уже поснимала пенки. Сейчас буду еще одну пенку снимать. Кашу готовлю я уже второй раз, вернее, впервые за два года, потому что готовила я в мультиварке. Мне казалось, это быстро, удобно. Это удобно, но не быстро, как выяснилось. Каша готовится здесь на плите всего 20 минут. А в мультиварке она готовится 40 минут. Еще мультиварка разогревается 20 минут. И в итоге получается час с чем-то. А здесь получается кастрюля разогревается гораздо быстрее. Единственное, конечно, надо подходить, следить. То есть там не надо этого делать, а здесь надо. И вот он мой чайничек. На него обзор, где я его купила, как, выйдет попозже. Где-то на днях после этого видео. Ну, купила я его в Галамарте и там все расскажу. Очень такой глянцевый, красивый. Есть рисунки. Он уже кипел у нас, второй день уже кипит. Я боялась, что огонь вот сюда перейдет и тут все запачкается. Но нет. Еще думала, наверное, будет красиво. Так вот небольшие такие ляпы. Но нет, пока не перешел. Вот Димочка там спит. Нам сегодня приходила его прабабушка. С ним поиграла. Сейчас он пообедал и спит. Сейчас у нас столько раскука. А, 6 часов доходит. Я его сейчас пойду будить. И хочу его накормить творожком с молочком. Да, кстати, я заметила воды очень много. Я всегда варю очень, но в большом количестве воды. Потому что каша мне нравится, когда она вместе с водой, когда вот ее наливаешь на следующий день, через день. И она не слепленная куском, а именно размягченная. Удобно, вкусно. И мне так нравится. Здесь тоже очень много воды налито. Я думаю, она сейчас просто скрепится вместе. Но будет очень-очень вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok